Поступление в детский сад – один из самых сложных периодов в жизни малыша. Вместо родного дома, где он всегда рядом с мамой, малыш оказывается в чужом непривычном помещении, вместе с незнакомыми людьми, которые его кормят и одевают. Ребенку такая ситуация не нравится, и он начинает выражать свой протест. Если поставить взрослого в такую ситуацию, это будет примерно так. Вы в одиночку отправляетесь в путешествие в чужую страну. Вы почти не знаете языка этой страны. Вам кажется, что чужаков там не любят. Вам предлагают пищу, которая не нравится вам внешне, ни на вкус. Наверное, такое не заставит людей поехать в такую страну, и многие откажутся. У ребенка же выбора нет. Он вынужден подчиниться и прийти в детский сад. Главная задача родителей – подготовить его к этому периоду. Чем больше малыш будет готов к саду, тем легче будет протекать адаптация. В первую очередь нужно выстроить подходящий режим дня ребенка. Ребенок должен привыкнуть просыпаться в семь. Почему? Представьте, ребенок в семь проснулся, он поиграл, вы с ним спокойно прогулялись до детского сада. Он пришел, он уже проголодался, сел и сел с ребятами, стал спокойно завтракать. Потом он погуляет, и он привык засыпать после 12, он ляжет и уснет. Также родителям стоит уделить внимание еде. На завтрак должна быть каша, на обед и супы второе. Кормить надо разнообразно. В меню ребенка должны быть творожные запеканки, картофельное пюре, рыба и котлеты. Стоит отучить ребенка от привычки засыпать рядом с мамой, с пустышкой или бутылочкой. Следующее – это расширять контакты малыша. То есть ребенок должен ходить в гости, встречаться с чужими людьми. Хорошо, если вы его оставляете с родственниками или с бабушками, потому что у него должен быть опыт разлуки с мамой. А если мама приходит с малышом, и малыш сидит, вот прижавшись, как кенгуренок, я понимаю, как тяжело нам будет его отрывать и его успокаивать. Нужно выработать ритуал прощания, чтобы ребенок понял, что мама ушла, но она обязательно вернется. Также важно приучать ребенка к самостоятельности, чтобы он пользовался ложкой и кружкой, мог что-то на себя надеть или снять. Часто бывает, что малыш, поступив в детский сад, первое время часто болеет. В этот период часто падает иммунитет. Все болячки, которые есть в детском саду, только он пришел, он обязательно заболеет. Поэтому мама должна быть готова к этому состоянию. Не волноваться, тоже не тревожиться, но это должно быть так. Так должен пройти какой-то период, чтобы ребенок переболел, перенес все это и садаптировался. Важно перед поступлением в сад укрепить иммунитет ребенка. Чаще давать ему овощи и фрукты, закалять и гулять.